Продолжение следует... Продолжение следует... Первый заброс Продолжение следует... Вот, чтобы сохранить свои нервы в том первозданном виде, в котором они были, мы будем все-таки лучше использовать камышинку, как именно датчик-поклевку. Вот, ломаем его таким образом пополам. Тут не принципиальная длина, ничего. Не в этом суть. Нам главное, чтобы это был как условный маяк. Пойдем покажу, как он работает. Все, теперь, когда он начнет вот так вот дергаться, я буду хотя бы понимать, что реально клюет, а не за счет того, что волны сейчас постоянно дергают. В общем, у меня с рыбалкой не задалось, я решил передать эстафету. Вот, передал. Короче, рыбалка дело тонкое вообще на самом деле. Червь брызнул, лопнул, разлетелся у меня по пальцам. Какие-то нежные такие. Я уже сделал три заброса, пока еще ни одного поклева нету, настроение у меня отличное. Короче, пока я там бегал, закидывал всякие закидушечки и прочие там снасти, тут уже он появился первый наш улов, который нам обеспечит сытный и вкусный ужин. Пеленгас. Добычица. Добычица. Вот она крупным планом, добычица и ее добыча. Закручусь здесь, напряжение особого. Хотя, смотри, опа-па-па-па, смотри на эту удочку. Либо я зацепился за что-то, либо что-то реально клюнуло, смотри. Оп, под берег пошло. Оп-оп-оп, смотри, под берег, под берег, под берег, оп-оп-оп. Опа-па-па, ни хера себе, смотри, какой пеленгас пришел. Вот это кабан вообще, блин. Не, ну реально, смотри, то, что мы ловили до этого, и то, что вечером начало клевать, а тут целый килограмм, смотри. Опа, стоять. Смотри, вот, опа. Две руки, короче, и пеленгасил, я его буду просто жарить, короче, на костре, буду грызть именно вот этими своими зубами. Все, дружище, ты сегодня будешь звездой кулинарного шоу, поехали. Пока сопротивление не особо сильное, но я все-таки надеюсь, что там что-то есть. А ну-ка, 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 ну-ка. Ой, блин, бычок, вечерний бычок, который попался. И вот это ты мне заставлял нервничать. Ты видел мои седые волосы? Короче, братан, иди гуляй. У тебя сегодня просто, блин, смотри, какой счастливый день. Фу! У парня сегодня второй день рождения был. Повезло, братишки. Короче, солнце уже садится. У нас еще впереди такая интересная задача, это надо добраться до близлежащего расположенного леса. Короче, найти себе место, где мы проведем ночь, обеспечившись дровами, ну и попутно же, конечно, будем готовить вот этого вот красавца. Вот он, вот он, красавец. Только предварительно надо его немножко почистить от потрохов, от чешуи и так далее. Сейчас немного почищу его от чешуи. Осталось его аккуратно выпотрошить от содержимого. Вот в чем особенность ножа для выживания? То, что даже несмотря на то, что могут быть руки влажными, все равно его удобно будет держать. Особенно, когда разделываешь рыбу. Всем доброе утро. Утро, если его таковым можно назвать. Ну, почему именно так? Те, кто ходит на рыбалку, особенно с ночевкой, понимают, что утро, оно не всегда свежее. Поэтому сегодня мы решили себя побаловать с утреца именно свежий пот. Вчера мы наловили рыбу, она была получена, переночевала, не испортилась. А сегодня мы в прекрасном костре уже будем приготовить укус пеленгаса, но по сути, с того, что у нас осталось. Осталось у нас немного. Картошка, морковка, лук, рыба, пару лавровых листов и, кажется, зелень лука. Ну, дальше, в принципе, и сами увидите. Эти кадры тоже надо будет снимать. Так, возьму, наверное, вот эту вот, на пробу, прямо на крышке рометского котелка и буду разделать. Вообще, говорят, вроде как надо выпотрошить жабры, но я вообще буду просто без головы готовить. Голову отправлю в костер. Так, что у нас тут? Плавники надо отделить, чтобы они потом не мешали. Плавники в сторону. Хвост. Не знаю, кто-то с хвостом делает. Да я не хочу делать с хвостом. Хвост туда же, в костер. Еще доделают, дорежут эти плавники и можно будет уже начинать варить. Ну, по правде говоря, уху в котелке я еще никогда не готовил. Для меня это будет интересный эксперимент, тем более с пеленгаса. Так, что посмотрим, что у нас получится из этой затеи. Бревна у нас с этой стороны прогорели, поэтому я их провернул вверх жаром. Дополнительно будет создаваться, так скажем, плита для готовки. А, кстати, буду использовать вот такую вот решетку от гриля. Вполне компактная. Пока наше ухо готовится, постепенно начинает уже вода закипать. Я там, чтобы не терять зря времени, добавил еще колбаски. Фольгу завернул. И попутно еще варю кофе. Колбаски! Нам еще понадобится морковка, поэтому начинаю нарезать. Как могу, это же уха. Режу, как получается, неприхотливо, вообще непринципиально. Нам главное наваристый бульон. Туда же лука добавлю. По такому же принципу вообще непринципиально, как он будет выглядеть. Главное вкус. Так, ну и картошка. Картошку, разумеется, я помыл, но чистить я ее сегодня не хочу. Поэтому нарежу ее кусочками. Все, отправляем все это дело в котелок. Не забываем все это дело посолить. Там у меня еще где-то остался лук. Перышки зеленые. Но я тоже в конце буду добавлять. Вода для кофе тоже готова. Можно посидеть, побаловать себя шоколадками. С кофейком. Пока готовится уха. Ну и колбаски тоже, соответственно. У меня уже слюна течет. Я уже предвкушаю, когда разверну эту фольгу. Эх, поехали. У меня сегодня какой-то кулинарный просто день. Пока варится уха, параллельно еще готовятся колбаски и там всякие. Плюс такой неплохой кусок свинины замаринованный со специями. Два куска. Ну и картошка. Что будет в итоге, посмотрим. Уха у нас уже почти готова. Сейчас добавлю только вот такой лук. Под конец, чтобы придал дополнительный аромат. И будем уже начинать дегустировать. Вот так вот нащипать его. Вот такая вот уха у нас получилась. Рыба уже, пеленгас, разварилась. Немножко густоватая, потому что воды мало. Но у нас, в принципе, воды немного. Поэтому сколько смогли, столько и выдели на это дело. Лук, морковка, картошка, лавровый лист, соль. Так, ну, будем насыпать и пробовать. Ну, вот как раз получилось две порции. Полные тарелки. Настал ответственный момент. Сейчас буду пробовать. Ну и заодно я скажу, какая она вкус. Ну, если честно, надо еще досолить. Боялся пересолить. Но в целом, бульончик наваристый. Чувствуется вкус рыбы, зелени. С утра туши надо. В общем, в заключении мы провели больше суток в лесу. До этого мы наловили рыбы. Не скажу, что много, но было очень вкусно. Вот. Приготовили уху. Ну и уже, наконец, возвращаемся домой. По дороге домой я нашел вот такой вот пропеллер. От боеголовки, наверное, еще времен войны. То есть, этого добра здесь, в принципе, хватает. Если кому-то будет интересно, можете с металлоискателем походить. Самое время возвращаться домой. Продолжение следует...